Я бы с такой развелся, честное слово. Часто большие кооперативные игры — вещь довольно странная. Делаете вы общее дело, взаимодействие опционально. Скорее, просто разрешают играть вместе. Ну, поднять друга можно, но прикрыть его. Может, патронов накинуть изредка. Убери всех напарников, ту же задачу все равно можно будет выполнить. Возможно, придется туго, и все же. Сделать это можно. It Takes Two — правильная кооперативная игра. Весь геймдизайн строится на взаимодействиях. Как это не удивительно в кооперативной игре-то? Как пелось в одной песне «Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом». Далеко ли можно улететь так? Никуда. Да, какой-то тресней. Это было во-первых. А во-вторых, игра просто дико качественная и забита под завеску «удивительным». Ну, а еще тут астрономическое количество механик. Наверное, ни одна игра не может похвастаться таким. И я серьезно. Лучшая игра для приятного времяпрепровождения. Удивлен, кому вообще нужны мультфильмы после таких игр. Где, собственно, есть все почти то же самое, как у Disney и Pixar, но дольше и с крутым интерактивом. Не буду врать. Сюжет не то, из-за чего вы обязательно захотите эту игру. Семейная пара переживает не самые лучшие времена. Но, наверное, все-таки она уже их пережила, потому что Мэй и Коди разводятся. У них нет сил и желания терпеть друг друга. О чем, честно, сообщили своей дочурке. Та пролила немало горьких слез, за тобой гонялась я Дед Мороз. Извините. Пришлась к случаю. Соленая жидкость попала на игрушки, созданные девочкой по образу и подобию своих родителей. Дикая и необузданная магия вселенной перенесла сознание взрослых в эти куклы. Представьте себе, происходит с вами вот такая необъяснимая чертовщина, опомниться вы вообще не успеваете, а на вас еще набрасывается назойливая, расфуфыренная мексиканская книжица, которая еще пытается вас учить жизни. День стремительно движется от плохого к худшему. Во взорчике я так посмотрел до релиза, там все почему-то не любят Доктора Хакима, а я считаю, что это один из лучших персонажей игры вообще. Да и в целом один из лучших персонажей запоминается, он броский. И этого не хватает самим главным героям на самом деле. Они какие-то такие овощи. А Доктор Хаким, вот мужик, мексиканский правильный мужик, усатый, не стесняется себя, своего тела, тела, не знаю как сказать, и вообще говорит то, что думает. И говорит правильные вещи, потому что коллаборэйша! Как вы могли догадаться, теперь нашей не очень сладкой парочке придется пройти через семейную терапию посредством веселого и полого опасностей приключения. С одной стороны, не так уж и важно, почему мы будем попадать во все закрома дома и окрестностей этой семьи. Почему будем сражаться с пылесосом, и почему белки захотят нас убить. Да и действующие лица не сказать, что интересно. А характеризовать их даже не так-то просто. Ну, например, Мэй умная и работящая, а Коди домохозяин. Это все. На вид похоже на Мардж Симпсон и Карлсона. Да, а реальные их прототипы вообще страшны мирами. Хотя Коди такой добрый лицый. Да, а дамочка они отдельно позже. Но с другой стороны, придумали действительно классное и порой необычное приключение. С этими персонажами. Все те происшествия и проблемы, которые нужно преодолевать, органично вписаны в происходящее. По заветам учебника по сценарному мастерству. Каждый эпизод тесно связан с героями и трудностями в реальной жизни. Да, они очень классно, на самом деле, соединили эти механики с сюжетом. С их личностями, условно говоря. То есть, механики больше говорят об их личностях, чем сами персонажи, чем слова. Типичная сценарная линия пиксаровского мультфильма, грубо говоря, диснеевского. Это хороший тон, на самом деле. Несмотря на то, что вроде избитый и вроде понятный, но ситуации могут быть разные, персонажи могут быть разные, у них разные эмоции, характеры, да? И через геймплей, через окружение, через ситуацию это все передается и связано очень тесно. Это классно. Например, тот самый пылесос неспроста взбесился и решил убить своих хозяев. А белки, они как совы, не то, чем кажется. У меня есть для вас небольшая реклама. Расскажу я вам про игру Ships.io, где предстоит построить, наладить, оптимизировать работу фабрики по производству геометрических фигур. Не спешно так, в свое удовольствие. Находите нужную заготовку, отправляйте ее в пункт назначения, не подходит по форме и цвету. Нарезаем, крутим, вертим в нужную сторону и красим. Я играл, она прикольная. Ну, как бы да, я тоже небольшой знаток и любитель подобных вещей, но вот так она расслабушная, потому что там, например, нету ограничений по ресурсам. Ты просто сидишь, какой-то рутиной занимаешься. Оптимизируешь. Оптимизируешь, конечно, да. Оптимизацией занимаешься, и она тебя успокаивает, потому что ты понятное дело делаешь. Она под приятную музыку. Она такой, минимизированный Фактория, действительно. Я в Факторию не играл, да. Но в Факторию, насколько я понял, ресурсы ограничены. Там все-таки есть такая элемент... Ну, там, Фактория, вон, там, 320 слоев, и которые надо разбираться. Это действительно такой... Он захватил... Игра захватила суть в таком минимальном стиле. Да? Тебе его преподнесло. Абсолютно верно. И, в общем, мы там ставим, потом тоннели. Ой, черт, теперь еще и нужно кусочек одной детали скрепить с кусочком другой детали. Зарезаем это все, перестраиваем. Главное, не нервничать, продолжать работу. Перестраиваем рабочие линии под новые нужды. Стираем старые элементы, добавляем новые. Постепенные задачи усложняются, и новые предметы появляются, чтобы делать все, что вам требуется. Профессионалы своего дела еще и красиво сделают. То есть, чтобы не как у меня уродс, как АБК построено, а чтобы все ровненько. Рай для перфекциониста логистического отдела. Ships.io запустится даже на калькуляторе. И если такие медитативные игры для вас, ссылку я оставил в описании. Не помню, кто из великих это сказал, но кажется, Сигеру Мея Мото. Игры должны удивлять, самое главное. И откровенно говоря, они с каждым годом все меньше и меньше это делают. Не потому, что я уже все видел или надоело, а потому, что большие издатели чаще используют проверенные схемы. В сериях мало что меняется. Потому что, ну, вроде за что-то ее полюбили и зачем что-то менять. Вроде логично. Иногда вопрос даже не в жанре, а в конкретных игровых ситуациях. Застряли в одних и тех же шаблонах. Как в шутерах от первого лица, где тебе обязательно кто-нибудь даст в жбан, чтобы черный экран просыпаешься в плену у злодеев. Общался. Я только сейчас понял, что действительно Марио уже развивается. У него действительно новые механики появляются с каждым разом. На том же самом фундаменте делают что-то новое. Всегда придумывают. Костюмы сначала были, потом шляпа, которая в принципе механики просто добавляет. Собственно, как в этой игре практически. В принципе, в Марио легче это сделать, потому что это какой-то такой, конечно, абстрактный, странный мир. Конечно, я понимаю прекрасно, но так или иначе. Они это делают, и как бы Марио поэтому остается. Марио без каких-либо новых персонажей и франшиз, да? Хотя меняется сильно геймплей. Прям совсем сильно. И уже не похож на тот самый. It takes two с точки зрения игрового процесса ближе всего только к платформеру. Но это не какие-то рамки, а всего лишь, опять же, фундамент. Чтобы описать удобный и понятный способ перемещения, и то иногда его откидывают и делают, ну, положим, Диабло. Ну, вообще-то гонтлет, но некоторым это название может ничего не сказать. Руглайк. Танжент кроллер. Танжент кроллер это место действия, грубо говоря. То есть подземелье, когда ты шаришь, все мы знаем, но не геймплей. Так же, как и Митрейд Ваня, это не геймплей, это обустройство мира. Происходить будет просто все, что угодно, чтобы не дать вам заскучать. Механики реально могут меняться каждые 10 минут, а то и чаще. Добавлять к основным для этого уровня это буквально как сборник 999 игр в одной, где на рельсах кубиков из тетриса делали все, что угодно. От гонок до змейки, еще что-то там было посложнее, я уж не помню, но так или иначе. В этой игре сделано только еще и с большим бюджетом и прямыми, в общем-то, руками. Когда каждую механику, в принципе, понимали, как делать или доводили ее до такого состояния, чтобы она ощущалась нормально. Не просто вот нам нужно на секунду что-то сделать. Кривота никто не заметит, да, но они все же старались сделать это удобоваримо. Самое правильное, что мне кажется, есть, что механика, она не успевает надоести, они уже переходят к следующей сравнению. Да, да. То есть ты прям наигрался, наигрался с тем, что тебе выдали, да, и уже вот тебе новое, давай иди тогда делай. И еще круто то, что они понимают, когда ее нужно менять и какая хорошая, которую они на весь уровень растянули, да, основная, когда предметы тебе какие-то выдают, а какая вот одноразовая, ее будет достаточно на 5 минут, если не меньше. Вот это очень круто, и это явно отбраковка какая-то была, постепенно все. То есть у нас тут шутеры есть, гонки, загадки, мини-игры, летаем, плаваем, и каждый раз это все происходит по-разному, по-новому, даже если вы уже что-то такое делаете. Вторая гонка будет не такая же, как первая, например, и так далее. Многие из механик, конечно же, не глубокие, прям, скажем, одноразовые. Они не всегда хорошо продуманы, но почти всегда ощущаются достаточно неплохо, как я уже сказал. Чтобы не воротить нос, пока используйте. Зато те, что более постоянные, то есть выдают на смысловой тематический эпизод, где-то на часок полтора, иногда на два, порой прям вот шикарные. Очень понравилась идея с гвоздями, которые можно втыкать в деревянные поверхности, чтобы фиксировать платформы, создавать переходы для второго персонажа. Она развивается ровно столько, сколько нужно. И даже может удивлять тем, как ее нужно применять. А еще она классно просто реализована, потому что Коди, как Йонду, свистом придывает обратно эти гвоздики. Вообще, мне начинается такое ограничение ресурсов у игрока, да? То есть у тебя есть вот эти три гвоздя, да? Ты их натыкал, и тебе нужно как-то сообразить, да, что у тебя, блин, лимит есть, и тебе надо как-то их распределить. Да, то есть не совсем за идиотов нас держат, что вот сколько угодно накидаете и легко пропрыгаете. Нет, они все-таки челлендж какой-то устраивают. Это очень классно, в игре такой баланс есть. В принципе, людям, которые часто играют, да, не в первый раз в подобные игры, все равно там всем было сложно. Ну, сложно там, как сказать, нормально. Не сложно, нормально. Было интересно. Фейлили, но легко проходили с теми. Да, ну, потому что там еще чекпоинты хорошо расставлены, плотненько. Кто-то на подобной механике мог бы сделать целую игру, но не эти ребята. Настоящие панки от игростроя, да, идут против системы, потому что можно было бы взять вот ее и на 8 часов растянуть. Хотя большую часть времени мы понимаем, что занимались чем-то не очень интересным, потому что тем же сам, грубо говоря, одни и те же бы схемы и загадки бы там всем повторялись, а эти нет. Оно повторится ровно там 7-10 раз, условно говоря, но это будет каждый раз интересно. Каждый раз ее больше использовать как-то по-новому. Мне еще сильно удивило другое. Механики органично вплетены в ситуации и антураж, который связан с нынешним эпизодом. Настолько круто умеет делать только зачастую Нинтендо. Когда мы попадаем в царство игрушек девочки, то мы не только прыгаем по кубикам с какими-то циферками, ну, совсем такие игрушки для детей, младенцев практически, не знаю. Дошкольники. Дошкольники. Они поочередно переворачиваются согласно цифрам на них. Обычное такое платформенное развлечение. В Марио там же было это. Но потом мы гоняем на спиннеров, динозавра используем как кран, пиратствуем на корабле и многое-многое другое. То есть на базе этой идеи антуража они столько всего придумали, как каждую игрушку использовать. Каждый раз, опять же, говорю по-новому. И только за эти два часа кажется, что прошел целую тематическую игру. А у нас здесь подобного на 11-12 часов. Очень солидно для такого приключения это на самом деле. То есть это еще и с постановкой, экшеном хорошим и всем тем, что ассоциируется с большими. играми. Реально напоминает Uncharted и Tomb Raider в миниатюре. То есть то же самое буквально ты делаешь, но на других пространствах, на других местах. В каком-то форте из подушек, в космическом пространстве, еще где-то, еще. Когда попадаешь на заснеженные штуки, в сад, это вот прямо оно. Приключенческая игра, которая как бы для больших, условно говоря, большая приключенческая игра, дорогая. И вот она так же ощущается. Особенно на половине пути, когда вдруг ты думаешь, же все закончилось, сюжет закончился, я говорю раз, а тут еще полуигры и осталось. Ага, именно такое ощущение складывается, что вот кульминации, да, вот здесь уже пора заканчивать, все вроде логично, а тут бабах, еще. Тебе столько же выдают. Ммм, нормально. Она чуть меньше стоит, чем обычная игра Electronic Arts. Они обычно за 3 500 продают, на ПК если, а это 2 500. Вторую версию игры покупать нет нужды, даже если играете по сети. То есть друг играет бесплатно. Вот идея. Все кооперативные игры должны так работать. Плюс есть кроссплей между поколениями. То есть вот Лев играл, например, на PS4, а я на PS5. Ну, конечно, на PS4 чуть похуже было. Лагало. Лагало, да. Падали, падали, Фрейд. Сильно падали. У меня тоже, мне разрешение падало. Там видно, что вдалеке чуть похуже становилось, но, да, на PS5 значительно лучше. Да, чинь. У вас ли антуражи меняются с завидным постоянством? Сейчас вы рассекаете на коньках по заснеженному миру, а потом минут на 20 отправляетесь в подводное путешествие. Это, между прочим, все еще один и тот же эпизод. Все рядышком, под тем же льдом, под тем же снегом. Уровни в игре принципиально балдежные, по-другому не скажешь. Множество крутых визуальных детки. Которые можно было бы не делать, потому что, вроде как, вы на секундочку на них посмотрите, пронесетесь мимо, но разработчики не зря едят свой хлеб. Почти всегда богато смотрится или, по крайней мере, логично. То есть, не придерешься. Я вообще обожаю визуал в стиле маленькие существа в мире больших вещей людей. И вот здесь умилительная атмосфера с очаровательным и бережно созданным окружением. Дизайн крутой. Когда, особенно в рок-концерте, когда эти шиповные рассеивают звук, они используются как будто шипы, на которые нельзя наступать. Да, 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 то есть, вся идея уровня, она работает, естественно, и все элементы. Тема используется в геймплее. Так зачастую делают только Nintendo. Настолько сильно продумывают все эти вещи. И я на секундочку напомню, что это все еще только в режиме коллаборейшон. У вас даже разные механики, которые друг друга зачастую не дублируют. То есть, если вы прошли игру за одного персонажа, то с удовольствием пройдете за другого, потому что будете делать немножко другое. Почти всю игру. Не просто где-то в отдельных местах, опять же, а почти всю игру. Ну что еще можно рассказать про It Takes Two? Игра довольно странно структурирована. Первая где-то половина, я уже говорил, сплошняком из прямолинейных уровней даже исследовать почти нечего секретов практически вот нету. Даже маленького закоулочка, где какая-нибудь собирашечка маленькая лежит. Там есть мини-игры, конечно, можно их найти. Но они настолько в лоб кладутся, что это даже исследованием назвать нельзя. А позже, когда казалось, что игра как раз заканчивается, а у нас бабах еще половина, появляются как раз-таки типа открытые уровни, где большое пространство и даже не мини-игры есть, а активности. Черепашек нашли неожиданно. Вроде как вам не говорили, что обязательно это сделать или можно это сделать, никто даже не упомянул. Но вы нашли и это сделали, и это вроде как прикольно, потому что там есть не только те задачи, которые основные по сюжету. Вопрос только, почему ничего не дают за то, что ты выполнил это? Может, ачивки? У меня просто они выключены. А я не знаю, у меня тоже можно выключить. Ну, короче говоря, хотелось бы награды. Ну, наверное, ну, наверное, хоть какую-то, хотя бы какие-то монетки. Монетки. В этом... В Марио хотя бы монетки есть. Ну, они там, опять же, в геймплее участвуют, а это, ну, хрен знает, могли бы чем-то придумать. К слову говоря, о мини-играх, они там вообще копеечные. Да, там одну кнопку можно нажимать. Они кривее, чем основные механики, зачастую нечестные порой случаются. Ну, все равно, знаете, там же не коллаборейшн, а наоборот соревнования. И немножко по-другому смотришь на происходящее. А иногда там даже не мини-игры, а просто попариться в банке. В спа потусить. Ну, наверное, как раз-таки относится к... Исследованию. К ха. Да, исследованию. Да, да. В спа, потому что он был, типа, зайдите в спа или идите дальше уже по сюжету. Ну, да. Ну, тоже так интересно, конечно. Идите, рассматривайтесь. Да, неожиданно. В японских, опять же, игры такое часто бывает, когда они в источниках там отпариваются горячих, что-то такое. Не было ничего такого в игре, что бы меня прям не понравилось. Многие, правда, ругают сценарий, но, прям скажем, он не блещет, конечно. Шутки слабые. Ни одной особо запоминающейся не было, да. Мы и Коти какие-то слишком обычные, невыразительные персонажи. То есть определенная динамика между ними все же есть, потому что они друг друга знают и как бы подкалывают друг друга, потому что они уже вот все, они разосрались, разводиться собираются. Но, наверное, в этом был какой-то смысл, чтобы они казались настоящими, обычными людьми, чтобы вы себя ассоциировали с ними. Это сложно, когда играет не муж и жена, да, два друга, да, одного пола, и тут тебе про развод и отношения. А когда муж с женой, тебе тут вдруг в лоб развод, как-то тема не очень, мне кажется. Не хочется начинать даже подобное, когда тебе вот так вот пытаются, может быть, сказать, что у вас отношения какие-то не такие, да, через игру. Стремно немного, я думаю. Они бы могли просто поругаться, например, сильно. А почему сразу разводиться? Ну, это, конечно, эмоциональная связь. Ну, тогда бы не было, тогда бы не было доктора Хакима. Ну, нет, почему же? Как нам говорят, фильмы западные, к терапевту семейному приходишь не когда ты уже разводишься, а до этого. Так что было бы нормально, я считаю. Ну, в общем, перегнули немножко с этим. Хоть и все закончилось, конечно же, хорошо. Вы же понимаете все это, что это добрая сказочка. Ну, вот даже придурочная книжка доктора Хаким вроде самого тупого персонажа детских мультфильмов, но без его релайшн-щет и необъяснимых конкульсий было бы, наверное, не то, я считаю. Но здесь важнее, конечно же, как связали геймплей, антураж и приключения в целом. А это, как я уже говорил, сделано в мастерск. А, еще, наверное, я хотел бы добавить, что Мэй, женщина, уж больно противная дамочка, с таким же вот голосом, скрипучим, опять же, как у Марш Симпсон, но Марш, мы знаем, что она добрая, хорошая и положительная. А тут она, прям вот так и вижу, что она сейчас будет меня поучать. И ходишь ты не так, и косуха твоя ужасная. Я бы с такой развелся, честное слово. Стараюсь подальше от таких людей держаться в настоящей жизни, но в игре ее выбрал, потому что она тоже инженер и стройная, как я. еще, на мой взгляд, не обязательно было делить экран постоянно пополам, например, в сетевой игре. Зачем занимать экран тем, что тебе, в принципе, не нужно? Было всего пару моментов, где экран напарника помогал, и то, если бы этого не было, можно было бы повысить уровень коллаборейшн, чтобы друг подсказывал, когда тебе нажимать кнопку или куда двигаться. Так было бы еще прикольнее. Упущенные возможности. Странно, в общем. Но было удобно. Ну, иногда было удобно, я согласен, да. Были, конечно, мелкие шероховатости там и сям. Что-то не очень хорошо подсвечивается, где-то там что-то моментом заглючило. Но, честно говоря, они не стоят того, чтобы на них заострять внимание. Так что, очень сочувствую всем тем, у кого нет человека, с которым можно было бы разделить эту прекрасную игру. Год только начался, но и Take 2 точно попадет в список лучших. Настолько она хороша. Скажу даже больше, она одна из лучших кооперативных игр ever. Потому что редко так сильно заморачиваются. А что важно, не особо раскошеливаются. Бюджет подобных игр, где коллаборейшн сплошной, очень скутный. А здесь Electronic Arts явно такие. Слушай, Card Blush. Предыдущая была норм. Там достаточно большой тираж, миллионы, понимаешь? И тут, если вы сделаете лучше и больше, а эта игра лучше и больше значительно, то вот вам деньги. И они справились с этим бюджетом. Сделайте действительно красочно, круто и, в общем, браво разработчикам. Они молодцы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова